Это планета Снеговик? Серьезно, это не фейк? Я ждал этого тысячи лет. И, наконец, Земля принадлежит мне. Хаала всем, ребятки, с вами, как всегда, Фокс Снео. И сегодня мы с вами продолжим играть в игрушку под названием Solar Smash. И сегодня мы будем тестировать сотни самых различных пасхалочек, которые вы мне написали под прошлый видосик. И, честно говоря, читая эти пасхалочки, у меня сложилось ощущение, что вы меня троллите. Потому что в прошлых видео я упоминал планету Бублик или какую-нибудь плоскую Землю. И внезапно вы написали, что можно разблокировать планету Бублик или плоскую Землю. Какое совпадение. Но сегодня мы все это затестируем. Давайте-ка мы возьмем какой-нибудь лазер. И причем я даже вроде как пробовал тестировать делать плоскую Землю. И мне нужно настроить мощность. Вот прям на пятерку. И лазер должен быть красным. И делаем сейчас оперативно плоскую Землю. Вот таким вот образом. Ничего сложного нет. Вот так. Раз-два, раз-два, раз-два. Так вот. В комментариях написали, что у меня не получилось из-за того, что я терраформировал Марс, а не Землю. Ну ладно. Вот. Я терраформирую Землю. И не дай бог у меня сейчас не разблокируется плоская Земля. Вот она достаточно плоская, я считаю. Вот сейчас немножечко ее отредактируем. Еще вот здесь вот срежем. И в комментах написали, что после того, как ты сделал плоскую Землю, нужно просто перезапустить ее. Перезапускаем. И где? Где она? Нет. Ее здесь нет. Это что? Какой-то обман? Ну ладно. У меня есть еще кое-какая идейка. Давайте-ка мы опять срежем верхушку этой замечательной планете. Возможно, имеется в виду, что вся планета должна быть плоской. То есть она не должна быть сферической от слова совсем. Она должна быть как диск. И вот немного запарившись, я вроде как сделал плоскую Землю. Плоский диск. Ну, не совсем плоский. У меня что-то не получается сделать прям плоскую Землю. Это слишком сложная задача для моих кривых рук. Возможно, с телефона это делать все попроще. Но с компьютера и мышкой это очень неудобно. Но вроде похоже на диск. Посмотрим еще вот здесь. Немножко можно отредактировать вот здесь. Ну и вот здесь. И давайте... АААААА! Нет! Я случайно нажал! Ладно, давайте мы ее сбросим. Может быть получится? НЕЕТ! Никакой плоской Земли. Это что, обман какой-то? Ладно, давайте начнем с чего-то попроще. Люди писали, что можно заморозить Землю и получится снеговик. Да боже мой, нет. Все, успокойся. Все нормально, давайте мы сделаем планету Снеговика, нужно ее просто заморозить, я уже этим занимался, это не так уж и сложно. Нужно просто везде поводить этим замечательным лучиком, это на самом деле очень быстро делается. Так, достижение превратило Землю в снежный ком, и да, появилась какая-то новая иконка, так, что за иконка? Снеговик, это планета Снеговик, серьезно, это не фейк, то есть и планета Бублик, и плоская Земля, это тоже не фейк, потому что это все писал один и тот же человек, и что, я могу уничтожить это? Ну, в принципе, да, давайте я призову Кракена, оба, посмотрим, что он сделает, он его мацнет, мацнет его пуговки, давай, мацай, оба, красотень какая-то. А за уничтожение планеты Снеговика мне дадут какой-нибудь бонус, или какую-нибудь ачивочку? Так, вызываю сотню, просто сотню гребаных червей, чтобы они сожрали Снеговика, посмотрите на это добро, ох, у меня ж подлагивать начало. Еще дополнительно лазером, лазером их, давайте, давайте, вот так, а если я призову какое-нибудь существо и подпалю его лазером, что будет? А ну-ка, ну, на самом деле, ничего. Ну, давайте я попробую уничтожить этого Снеговика с помощью огня, потому что, как бы, снег не дружит с огнем, и... Нет, я думаю, за это не дают ачивку, потому что я его практически полностью истребил, и это мне ничего не дает. Но это дает мне мотивацию попробовать еще раз и сделать плоскую землю. Я так понимаю, мне в какой-то момент должны дать ачивку, которая мне подскажет, что я разблокировал новую планету, но мне как-то что-то не дают ачивку. Я не понимаю, как именно сделать нужную планету. Ну вот, она же плоская, я же не тупой. Давайте еще немного ее подровняем как-нибудь вот так вот. Вот она абсолютно плоская практически, она гребаный диск. Возможно, нужно срезать только верхушку, как я делал изначально, но у меня что-то не получается. Может, ее нужно сделать потоньше. Либо наоборот, я делаю этот диск слишком тонким. Вот непонятно, как это все реализовать. Я бы, конечно, мог залезть на YouTube и посмотреть туториалы, но так, по-моему, неинтересно. Ну вот, готовая плоская земля. Где моя ачивка? Я что-то не понял. Ачивка, ты где? Может быть, я что-то не понимаю? Может, я чего-то не вижу? А ну-ка, а если сделаю бублик? Так, ну, что-то как-то не работает. Ну вот, земля-бублик, пересоздаем ее. Мы реально получили землю-бублик? Стоп! Так я мог и плоскую землю получить. Они дают ачивку после пересоздания. И что за хрень? Земля-бублик, земля-банчик, что происходит? Так, а сколько здесь секретных планет? Ага, их здесь получается ровно четыре. Я даже знаю, как разблокировать оставшиеся две. Но, раз мы получили землю-бублик, я хочу здесь протестировать еще одну пасхалочку. Для этого мне нужно будет взять ракеты, поставить мощность 1. Число ракет, если я не ошибаюсь, должно быть 66. И после того, как мы настроили все, мы запускаем ракету и нажимаем на вот эту кнопку. И что-то как-то не работает. Корабли какие-то полетели. Стоп! Эй! Эй, корабли! Я должен был нажать на эту кнопку и начать летать на корабле. Мне в комментах так писали. Может, нужно кликнуть на кораблик? Нет, не работает. Но! Вы заметили, да? Что прилетают какие-то космические корабли. Может быть, это нужно как-то по-другому реализовывать? Но вроде, после того, как мы нажимаем на вызов кораблей, а потом нажимаем на кнопочку с прицелом, мы должны начать управлять кораблем. Может, реально кликнуть нужно как-то успеть? Ну-ка, нажимаю на корабль. Нажимаю, нажимаю. Вот так вот как-нибудь. Эй! Я хочу тоже полетать. Ребятки! А, стоп! Я начал лететь! Так, блин, а почему в слоу-моушене? Выключаем слоу-моушен. И да! Получилось! Я теперь кораблик! Так, я могу стрелять, я только не настроил управление. Это все очень удобно. Но да! Я могу стрелять. То есть, я могу в бублике просверлить еще один бублик и пролететь его насквозь. Это же просто гениально. Это лучшая игра в истории человечества. Это гениальная пасхалка. Это пасхалка лучше, чем планеты. Правда, зря я сюда залетел. Здесь какое-то мыльцо прямиком из 1990 года. Но это очень круто! Я не знал, что в этой игре можно летать за какие-то космические корабли. Чего еще происходит? Так, возвращаемся обратно. Но очень атмосферно. Блиииин! Вот бы кто-нибудь сделал похожую игру, но в которой вы уничтожаете планеты только с помощью кораблей. Там различные пушки у кораблей были бы. И что будет, если я врежусь в эту странную землю-бублик? Так, давайте пищь и прямо в нее так ба-бах! Ага, мы выходим из этого режима. Да, эта пасхалочка работает. То есть я могу вызвать кучу космических кораблей, которые вот так вот будут разносить мой бублик. Это очень круто, но я все еще не сделал полоску и землю. Давайте мы дождемся, пока все они разлетятся. Ага, они все улетают. И мы опять возвращаемся к земному шару и делаем из него полоскость. Так, ну, кажется, готово. Вот, правда, вот здесь еще опять нужно немножко подредактировать все это добро. И в целом это похоже на плоскую землю. Правда, смотреть на эту плоскую землю нужно под определенным углом. Вот эту вот дрянь нужно сточить, она мне как-то жить мешает. Вот. И держу пальчики, что у меня все получится. И да, я получил землю-блин! Дисковую землю, плоскую землю, называйте как хотите, и я могу уничтожить луну. Стоп, что? Я взорвал луну? Какого черта? Ладно, окей, можно взорвать солнце, но взорвать луну... Я и солнце могу здесь взорвать? Да, я могу взорвать солнце, и тогда вся эта плоская земля просто взорвется! И как это странно выглядит! Блин! А где слоны? Я что-то вот не выкурил. Где черепахи? Ну, не канон, если честно, не канон. Но мне интересно, что будет, если вот из нее сделать какой-нибудь бублик? Ну, выглядит это необычно. Давайте мы опять запустим ракеты и попробуем поуправлять всем этим добром. И полетели. Стойте, не уничтожайте эту замечательную планетку, мне интересно ее поизучать. Всегда мечтал полетать вокруг полоской земли. Вот это же так эпично выглядит! Ну ладно, ну хоть немножко я полетал. Ну, это выглядит очень и очень круто! Я могу в ней даже сделать несколько вот таких прикольных дырок. Опа, опа. Бойтесь трипофобой, и она становится вот такой необычной. Вау! Слушайте! Но выглядит хайпово. Вы просто посмотрите на это. А давайте я все-таки уничтожу солнце. Так, и посмотрим, что будет происходить с этой замечательной землей. Ничего, она не взорвется. А если я луну уничтожу? Ага, то есть она не взрывается. Окей, тогда попробую еще кое-что. Я хочу призвать хреновину, которая уничтожает землю в один клик. Вроде это вот эта вот хреновина. Так, давайте посмотрим. Ничего, я не путаю? Да, кажется, это она. И давайте просто посмотрим на это добро с какого-нибудь приятного ракурса. И земле кранты, да? Да, земле кранты! Вау! Не, ну слушайте, плоская земля взрывается гораздо эпичнее, чем обычная земля. И сейчас эта штука улетит, и земле будет коп... Пах! А почему ракурс изменился? Что-то очень странное сейчас произошло, но окей, переходим к следующей пасхалке. А для нее нам нужно призвать кучу вот этих чуваков, и они должны со всех сторон уничтожить землю. Так, давайте побольше вас, побольше. Ой-ой-ой-ой-ой, лагать начинает. Давай, тебе, тебе эти! Мы же богатые! Новую купим! Давайте, разрушайте ее, чё бы и нет. Ну, мне кажется, достаточно, нет? Нет, кажется, им достаточно. Вот, разбил землю на куски. Разблокировалась новая планета? Да, разблокировался какой-то призрачный мир. Давайте мы его включим, и... Вау! Это призрачная планета? А если я призову сюда призрачного чувака? А ну-ка, он по ней будет бить? Да, он по ней бьет. Тыдыц! И чё происходит? Даже вмятины не остается, эта планета бессмертная. А если я призову Кракена? Или вот лазером шмальну куда-нибудь? А, нет, вмятины остаются, но они прозрачные, получается? То есть, если я оставлю в этой планете дырку, то дырка будет прозрачной? Слушайте... Это выглядит не так, как я себе представлял. Так, срочно нужно исправить ситуацию, вызывайте червей. О, боже мой, это так странно выглядит. Да. Так, червяки, разберитесь с этим, пожалуйста, побыстрее. Нет, они делают ещё хуже. Нет, теперь это как раз-таки похоже на щупальца Кракена. Ну, слушайте, это, наверное, самая наркоманская и эпичная планета. Так, давайте я её повзрываю ещё. Кучу кораблей. Можем, кстати, и сами поуправлять кораблём. Так, полетели. Призываем. И полетели, полетели, полетели. Камон! Призываем. И в полёт, в полёт, в полёт, в полёт. Я не понимаю, как эта штука работает. А, вот, всё. Заработала. Ну-ка, посмотрим на эту планету вблизи. Я даже не понимаю, как в неё залететь. Это вообще адская наркомань. Она ещё и двигается. Не, я не смогу, наверное, в неё залететь. Потому что здесь непонятно, что происходит. Охренеть можно. Ну, слушайте, прикольная планетка. И у нас осталась буквально одна пасхалочка, которую я не тестировал. Это призыв инолошек на определённую территорию. Вроде как нужно призвать инолошек в Москву. Вот она где-то здесь находится. Да, я ничего не путаю. И инолошек взорвут, если правильно призвать. Нет, кажется, я не туда призвал инолошек. В Нью-Йорк, вроде говорили, ещё нужно призвать инолошек. Нью-Йорк находится где-то здесь, наверное. Если я ничего не путаю, мне тяжело на глобусе ориентироваться. Так, призываем. И чё-то как-то нет. Инолошки спокойно всех уничтожают. Вроде как должны уничтожить инолошек, а не инолошки должны уничтожать кого-то. Так, давайте мы в разные места их попризываем. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь их кто-нибудь наконец-таки уничтожит. Одни писали, что нужно призвать НЛО на Москву. Другие писали, что нужно призвать НЛО на Нью-Йорк. Третьи писали, что вообще не важно. Главное, чтобы страна совпадала. То есть США или Россия. Но чё-то пока что у меня не получается. Давайте я пересоздам планету. Так, я малость перепутал. Нью-Йорк у нас должен находиться вот в этой точке. Да? Всё правильно? Теперь точно всё правильно. Да, Вашингтон сбил НЛО. А, даже не Нью-Йорк. Вашингтон, а если я туда сразу штук 10 бахну? Всех уничтожат. Да, посмотрите-ка. А вы крутые. А если в соседней точке? А то вдруг я зря запаривался. То есть вообще над США нельзя НЛО летать? Вот где-нибудь здесь вот так вот. Серьёзно? А, нет, вот, они уничтожают США. Посмотрите-ка. Опа, опа, опа. И всё. А, нет, там есть, получается, точка, которую невозможно уничтожить с помощью НЛО. Да ладно. Это прикольно, если это так. Но нет, всё. Мы уничтожили, но ракеты откуда-то продолжают лететь. Откуда ракеты летят? Посмотрите. Ну, короче, это какая-то очень странная пасхалочка. Но да, она тоже работает. Раз уж мы протестировали абсолютно все пасхалочки, которые вы мне написали в комменты, давайте протестируем ещё кое-что. Во-первых, мы протестируем эту кнопку. В ней, оказывается, можно менять фон для планеты. Вот я только сейчас выяснил, что можно вот такой вот фон для планеты организовать зелёный. Или вообще фиолетовый, розовый. О-о-о, как кайфово выглядит, почему я решил это сделать ровно под самый конец. Хотя, это ещё не конец. Я ещё ни разу не заходил в режим солнечной системы. И вот мне интересно, в этом режиме мы сможем уничтожить солнечную систему? Серьёзно? Да ладно, так можно? А, стоп. Я только что взял солнце. Чтоооо? Я могу взять солнце и уничтожить планеты? Чего, блин? Так, а само солнце я могу уничтожить? Так, стреляем в солнце. И происходит бу-бум, да? Происходит бу-бум? Чё с солнцем происходит? Эй-эй! Оно посинело. Стой! Солнце, ты куда? Возвращайся обратно. Ты куда? Оно куда-то улетает. Эй-эй! Чем сильнее я атакую солнце, тем больше оно становится и тем дальше оно улетает. А, я могу выбрать направление, куда будет двигаться солнце. А ну-ка, уран, ты вот сюда двигайся. Чёрную дыру ещё организуем. Ещё 10 чёрных дыр. А-а-а, хренеть. То есть они всё это продумали? А давайте я установлю чёрную дыру рядом с обычным солнцем. Вот где-нибудь здесь. И да, солнце начнёт всасываться в чёрную дыру. Охренеть, это так круто. Но, наверное, с мобилки это всё ещё круче выглядит. И что у нас будет происходить? А-а-а, нет, я вторую чёрную дыру случайно организовал. Ну окей. Наше солнце всосалось в чёрную дыру. Ещё здесь есть метеориты различные. Что это за метеориты такие? О-о-о-о-о-о, это было эпично. Так, мне нужно всё это пересоздать, потому что я ещё не тестировал метеориты. Но метеориты, видимо, слишком мелкие. Да, вон, я их вижу. Они скучные. А что будет, если я заморожу солнце? Это возможно реализовать? Да, посмотрите, мы можем заморозить солнце. А в обычной игре мы не можем это сделать. И солнце взорвалось от того, что мы его заморозили. И всё вокруг оно уничтожило. Ну, этот режим, если честно, поскучнее. Здесь всего 5 возможных исходов. Но мы здесь можем играться с планетами. То есть мы можем вот так замораживать планеты. Или засасывать их в чёрную дыру какую-нибудь. Вот так вот. Бац, бац, бац. И Сатурн у нас засосался в чёрную дырку. И посмотрите, что у нас остаётся после взрыва солнца. Чуваки даже это продумали. Это очень круто. И вот такие вот пасхалочки сегодня я вам показал. Если есть ещё что-то, что я не тестировал в этой игре, обязательно напишите об этом в комменты. Также обязательно тыкните на лайк. Подписывайтесь на канал. И увидимся!